Приветствую вас! И конечно же, проблема, которая у вас имеется, она решается. Она решается в процессе работы с вами, в процессе терапии. Она решается в процессе, в целую очередь, проговаривания ваших страхов. То есть получилось как? Итак, вы были в себе очень уверены, вы были лидерами, и были дешевой компанией. И вы верили в себя, вы верили в то, что у вас все хорошо, вы верили в то, что у вас нет никаких проблем. Вы верили в то, что вы значимы в этом мире. И 14-15 лет – это такой период, такой отрезок жизни, когда человек все переживает достаточно ярко, достаточно сильно. Собственно говоря, то происшествие, которое с вами произошло, да, то происшествие, я имею ввиду, когда вас избили, оно нарушило вашу картину мира и показало этот мир немножечко с другой стороны. И вот к этому миру, который вам представился, вы оказались, к сожалению, не готовы. И судя по тому, что вы написали, я могу заключить, я могу сделать вывод, что ваш страх не был проработан должным образом, не был выговорен, не был выражен, и это едва ли не самая большая ваша проблема. Это едва ли не самая серьезная, это едва ли не первопричина того, почему у вас так все сейчас происходит. То есть, если бы вы, скажем так, поделились бы своей проблемой в тот момент с кем-то из окружающих вас людей, то, вероятно, ситуация складывалась бы совсем иначе. Но, поскольку в силу ряда причин вы этого не сделали, то можно и нужно говорить о том, что те негативные переживания, тот стресс, который вы пережили, он остался у вас, остался у вас невыраженным. И это, значит, привело к определенным комплексам. Это привело к определенным негативным последствиям в вашей жизни, в вашем поведении. Что есть комплекс? По большому счету, комплекс – это аффективное состояние, которое объединяет в себе несколько элементов. И эти объединенные элементы, а объединенные они именно аффективным состоянием, встречаясь вам в дальнейшем по жизни, да, вызывают этот самый аффект в нос. То есть, каждый элемент по 11, каждый элемент по 11, вызывает то самое аффективное состояние, которое у вас имело место быть, но при этом совершенно безосновательным. И вот этот момент нужно устранять. Нужно от комплекса, вот вы понимаете, да, что есть элементы. Те элементы, которые связаны с аффективным состоянием, есть признаки. Признаки того, что с вами произошло. Признаки определенной негативной ситуации, которая произошла в вашей жизни. И от этих признаков можно и нужно отходить. Превращать признаки в их понятия, чтобы понимать, что действительно на самом деле вы ощущаете. Как известно, одна из главных причин, одной из главных условий успешного общения с людьми и успешного роста, успешного развития, являются, как раз таки, обобщением. То есть обобщением определенного опыта, определенных признаков. И именно поэтому так рекомендуем проговаривать, в первую очередь, через свои страхи. Потому что проговаривая их, мы придаем им форму. А придавая им форму, мы входим в область логического мышления. Входя в область логического мышления, мы можем строить причинно-следственные связи. А причинно-следственные связи помогут нам понять корень проблемы и выявить ее, выявить эту самую проблему. И уже с этой проблемой что-то делать. Например, грубо говоря, вы испытали стресс от как минимум двух основных моментов. Первое. Это то, что люди, руководствуясь, скажем так, своей завистью, применили к вам насилие. То есть, зависть человека может быть настолько сильной, что он воплотит ее в жизнь, воплотит ее в реальный мир. Второе. Это то, что вы беспомощны. То есть, вы оказались перед этими людьми беспомощны. И вы стали бояться. Вы не смогли оказать достойных от сопротивления. И третье. Это то, что, вероятно, от всего статус человека, то, как его воспринимают другие люди, тоже поменяло для вас. То, что касалось незыблемым, то, что казалось стабильным и неизменным, перестало таковым быть. И эти моменты очень важны для себя, вам проработать. То есть, понять, что двигало этими людьми. Перестать обижаться, бояться этих людей, а наоборот, пожалеть их, потому что эти люди боятся им за своими жалостями. А превратить свой страх в оружие. Направить его на позитивное русло. А именно, сделать так, чтобы вы никогда не были больше таким беспомощным. Чтобы вы могли постоять за себя. Чтобы вы могли оказать достойное сопротивление. Следующее. Важно для себя понимать, что ничего стабильного нет. Если вы чего-то добились, то это нужно, в том числе, еще и защищать. И защита, точнее, в защиту, включается и работа с потенциальными угрозами. Если вы видите, что кто-то относится к вам негативно. Если вы видите, что кто-то относится к вам с завистью и как-то еще. Делайте соответствующие выводы. Подстраивайтесь под изменяющиеся условия. Подстраивайтесь с этим человеком поговорить. Подстраивайтесь выяснить, что это ему не нравится. Прийти к какому-то выходу. Прийти к какому-то решению. Если это не получается, то мы не принимаем меры предосторонности. Разумные меры предосторонности. Не друг за разумные меры предосторонности. Все это, как минимум. А как минимум и в качестве направления могло бы вам помочь избавиться от того, что вас беспокоит. Но поскольку сейчас еще и неуверенность в себе появилась. Нежелание общаться с людьми. Невозможно с ними общаться. Страх общения. Нужно еще и разобрать его. Почему люди боятся общения? Почему люди испытывают проблемы с общением? Во-первых, и самое главное, это то, что в общении человек видит свое отражение в других людях. Ему не нравится то, что он видит. И это мешает общению. Вы не нахаритесь самому в себе. Вы не принимаете себя самому. Теперь осталось понять, что именно вы в себе самому не принимаете. А что именно вы в самом себе отвергаете. И работать над принятием этого. Естественно, не в той форме, в которой это сейчас у вас имеется. Естественно, как-то меняя себя. Как-то работая над собой. Как-то улучшая, прогрессируясь, развиваясь. Но в обязательном порядке. Поскольку и в принципе с социальными ролями вы справляетесь неплохо. У вас есть девочка, у вас есть друзья, вас приглашают в свадьбы. То можно говорить о том, что именно в социальных ролях вы добились определенного успеха. Но вот как личность вы проигрываете. И соответственно, ну не работаете над личностным ростом. Основная работа над личностным ростом заключается в достаточно простой формуле. Есть вы настоящий, есть вы идеальный. Надо представить себе вас идеального. Понять, что это всего лишь идеал, да. То есть не достичный мы идеал, но он является основанием и стимулом к тому, чтобы стремиться быть тем, кем вы себя представляете. А после этого, исходя из вот этого ориентира, мы можем формулировать определенные задачи, определенные цели. Точнее, цели мы раздеваем на задачи, а чтобы выполнить задачи, нам нужны некоторые дополнительные элементы. Это средства, доступные средства для выполнения задач, которые у вас имеются, которые вам удобно использовать. Условия выполнения этих задач, которые тоже необходимо проанализировать. И, собственно говоря, стимул. Стимул для выполнения этой задачи. Вот эти элементы, такая схема, могла бы помочь вам работать над своей неуверенностью в себе. Но это только после того, как будет проработана ваша трамба, ваша ключевая ситуация. Как только и после того, как отношение к тому, что произошло, у вас изменится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Вам предстоит работа. Вам предстоит достаточно серьезная работа. С тем специалистом, которого вы выберете. Но если вы предпочитаете работать самостоятельно, то ваше право направление я вам дал. Хотите работать сами, пожалуйста, но это займет больше времени и по всей вероятности вы можете получить определенные ошибки. Также вам обязательно в порядке нужен человек, с которым вы могли бы разговаривать. То есть просто проговаривать ему то, что вы думаете. Помните, о чем я говорил вначале. Предавать форму того, что вас беспокоит. Не держать это в себе. Это очень важно. Ага. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...